Благодаря предпринимаемым усилиям и героическому труду врачей сегодня наблюдается постепенная стабилизация общемировой эпидемиологической ситуации. Важно отметить, что в ходе пандемии все больше возрастает роль телемедицины, посредством которой многие международные врачи осуществляют обмен опытом по борьбе с COVID-19. Вот уже неделя, как группа китайских консультантов и медицинских экспертов по сотрудничеству в борьбе с коронавирусом в составе 15 человек находится в нашей стране для обмена опытом с отечественными врачами по лечению пациентов. Китайский коллега спросил своих коллег, которые сейчас в Китае, что у пациента очень положительный ПЦР, нужно ли что-то поменять в назначении. И китайские коллеги говорят, что можно попробовать перейти на орбидол. В какой дозировке используете сейчас дексаметазон? Необходимо отметить, что специалисты прибыли из города Нанчань, который по количеству выздоровевших людей от COVID-19 в Китае находится на первом месте. В ходе онлайн-конференции, прошедшей с участием врачей Научно-исследовательского института вирусологии, института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний, обсуждались вопросы эффективной терапии пациентов, необходимость более широкого использования инновационных методов. Состоялась онлайн-диагностика пациентов. Как вы знаете, уже в течение недели группа из 15 наших китайских медицинских коллег находится в Узбекистане. Это именно те врачи, которые работали в первом очаге пандемии в городе Ухани и имеют соответствующий опыт. По приезду они ознакомились, как поставлена работа, как проходит вообще процесс борьбы с коронавирусом в Республике Узбекистан. Они ознакомились с работой наших клиник, они ознакомились со строящимися новыми клиниками, они ознакомились с работой большого карантинного городка на 20 тысяч мест в Урта-Чертикском районе, со строящейся клиникой в Зангетинском районе. Они очень высоко оценили все мероприятия, которые проводятся в Узбекистане по борьбе с коронавирусом. Дистанционная телемедицина стала очень важной для обеих сторон, поскольку это еще и возможность для обмена опытом. Присоединились к данному процессу и врачи, находящиеся в Китае. Результаты обследования пациентов направлялись и этим специалистам, которые, в свою очередь, рассказали об эффективных методах лечения, исходя из своего опыта. В вашей стране предприняты очень важные меры по противодействию COVID-19. Отрадно, что основная часть относится с пониманием к введенному карантинному режиму. Очень важно в данной ситуации усилить профилактику. Только так можно предотвратить распространение вируса. Мы стараемся и обмениваемся опытом с узбекскими врачами. Дружба Узбекистана и Китая имеет многолетнюю историю. Нынешняя совместная работа свидетельствует о том, что наши отношения крепнут из года в год. В ходе видеоконференции была отмечена важность укрепления сотрудничества Узбекистана и Китая в сфере медицины, так как обе страны имеют немалый опыт в данном направлении.